Добрый день, еще раз Хочу сказать, наверное, спасибо в первую очередь Спасибо за то, что пришли А скорее всего, что в первую очередь Спасибо вообще, что вы есть Что я имею в виду? Благодаря вам Есть молодого сегодня Благодаря вам есть Какая-то еще Вяло, шатко Движущаяся экономика Поскольку эти деньги Эти полтора миллиарда в год Долларов Которые приходят От вас Вашим семьям Они обеспечивают Жизнедеятельность республики Если бы не эти средства Никакие гранды и кредиты Мы не спасли ее Это абсолютно точно 23 года Новейшей истории Нашей так называемой независимости 23 года никто не занимался Молдовой Фактически Экономикой И ключевое Ключевое В нашей экономике Это есть почему-то Экспорт рабочей силы То есть Наиболее прогрессивная часть Граждан Работоспособная Желающая жить лучше Имеющая амбиции К лучшей жизни Вынуждена была уехать Поставлена Нашим руководством В такие рамки Что если не уехать И искать где-то заработка То тогда нужно положить зубы на пол Так вот Бытует мнение Что не ту страну назвали Гондурасом Я не соглашусь с этим Поскольку Молдова На самом деле Прекрасная страна С историей С традициями Самобытная Многонациональная Дружественный народ Трудолюбивый Но к сожалению В этой стране 20 лет Находятся люди у власти Которые просто издеваются над нами Кто виноват? Да мы виноваты сами Власть это зеркало общества Люди уехали Находятся вот Немного критики За 550 мест В Москве и области Работает наверное Порядка 400 тысяч В зале находятся 300 человек Спасибо что Вы пришли Но каждый Мы сегодня говорим О проблемах В целом Молдове И каждого В рамках Молдовы Да? Гражданина Так вот Каждый почему-то думает Да пусть кто-то пойдет А я как-то Посмотрю телевизор Попью пиво Посижу В социальных сетях Там напишу Ребят А вы что сидите? Давайте двигайтесь Да не можем мы сами двигаться Без общества Ну никак не можем Ну чего нам Втроем Куда идти? Брать Штурмом Здание правительства? Значит Мы виноваты Сами в том Что происходит Знаете Есть такая пословица Она мне нравится Не бойся Говорят Врага своего В худшем случае Он тебя убьет Не бойся Друга своего В худшем случае Он тебя предаст Бойся равнодушного С их молчаливого согласия Творится все зло на земле Так вот Мы 20 лет Ну кто больше Кто меньше Но были в определенной степени Равнодушны Что будет? Что нас ждет? 30 ноября Это есть некий Рубикон Абсолютно трезво Подойдите и подумайте Что после 30 ноября Начнется процесс Демонтажа Республики Молдова То есть он идет Он вернее не начнется А начнется уже Завершающий этап В Молдову вкачали Огромные деньги То есть тут есть Геополитические интересы У Соединенных Штатов В регионе И через экономические интересы Европейского Союза Просто порабощают Проект Восточного партнерства Который был запущен В 2008 году Он предполагал Некое ассоциативное членство С Европейским Союзом Стран На территории которых Проживают 75 миллионов Ртов Скажем так Потребителей Вот так Корректнее Которые будут потреблять Произведенные в Европе Услуги и товары То есть речь идет о чем Не буду усложнять Ваше сознание Соглашением об ассоциации Но Не так давно Встречаясь Послом Европейского Союза Тирка Тапиола И послом Соединенных Штатов Задали вопрос Я задал вопрос им Скажите Почему не провести референдум? Норвегия трижды Проводила референдум По вступлению В Европейский Союз Или нет Это страна С одним из наиболее Высоким уровней Жизни Вообще в мире Общество Высказалось против Соответственно Последний референдум Мы помыли В 2009 году На что Посол Европейского Союза Сказал О чем проводить референдум Подписание Соглашения Об ассоциации Это не есть Евроинтеграция Так вот Проводятся соцопросы На которых ставится Четко вопрос Вы за таможенный союз Или за европейский? Вопрос ставится некорректным Поскольку не существует Вектора евроинтеграции Есть вектор евроассоциации Европейцы То чего хотели Они того добились уже от Молдовы Молдова Подписав соглашение О евроассоциации Поставила крест На всяческих возможностях Когда-то вероятных Вступить в Евросоюз В полном формате Мы взяли на себя Некие обязательства Европейцы В связи с этим Подписанием Ничего Никаких обязательств Не взяли То есть Они нам установили Квоты на поставки товара А сами получили доступ Даже так Но у нас есть перспектива У нас прекрасно развиваются Некоторые направления Скажем Садоводство развивается И другие То есть люди имеют Перспективу развития Придут европейцы Построят свои фабрики И мы будем просто На 150 евро Работать в три смены Есть примеров масса Есть свободные экономические зоны Немецкая Драксельмайер Бельц Людей Выжимают последние А потом вот так берут И опускают За ворот То есть Никто не будет думать О гражданах Молдовы Ни Меркель Ни другие Они будут в первую очередь Думать О гражданах Германии Они создали такую модель экономики Которая Не позволяет им Снижать Уровень производства Им их надо только наращивать Как наращивать За счет Открытия новых рынков сбыта За рынки сбыта борются Наши Наши же Руководители Государства Толкают на конфликт С Российской Федерацией Высвобождая Таким образом Эти ниши Откуда мы будем вытеснить 30 ноября Предстоит Для каждого из нас Сделать очень Очень серьезный Обдуманный Принять решение Сделать выбор Предыдущие выступающие Говорили о том Что необходимо Проголосовать За наш блок Выбор Молдовы Таможенный союз Я бы хотел сказать Что определитесь С вектором Это первое То есть безусловно Наше будущее В таможенном союзе Дальше Примите решение Мы открыты Мы приехали сюда Мы на протяжении Трех лет Четырех лет Последовательно Идем в этом направлении Сбор подписей Инициатива Инициирования Референдума 240 собрали 198 цифр по указке Властей Признав Недействительными Тысячи подписей 240 тысяч подписей Если кто знает Тут есть и члены Инициативной группы Которые участвовали В этом процессе В зале я вижу Значит Михаил Макарович Формузал Организовал Провел референдум В Гагаузе 98 процента Выступили Высказали За таможенный союз То есть Мы последовательны В своих действиях И не хотелось бы Критиковать В буквальном смысле Некоторые политические партии Которые сегодня Позиционируют Всякие права Но тем не менее Не могу промолчать Во время сбора подписей Нам откровенно мешали Тех, кто сегодня Говорят, что Таможенный союз Наше будущее Два года назад Они нам мешали Они говорили, что Мы занимаемся профанацией Они отговаривали людей Чтобы люди расписывались В этих подписных листах Они высмеивали Вообще саму идею Вступления Молдовы В таможенный союз Не имея прямых границ С Россией Или Белоруссией Сегодня они В авангарде Якобы Этого движения Евразийского На самом деле Это просто Конъектурщики Я думаю, что Большая часть Присутствующих Понимает примерно И с памятью Все в порядке То есть человек Который два года назад Голосует за Тимофтия Который Кстати Тимофтий Вчера Выступил с заявлением О том Что он приветствует Репрессии Относительно тех Кто Выступает Против Европейского Вектора То есть Это откровенно На уровне Государства Вводится Преследование Тех Кто Не идет По ихнему сценарию Они Принимают В партию Я не знаю Рассказали об этом Или нет Предыдущие Я выходил Принимают В партию людей На предприятиях Которые Подконтрольны Той или иной Партии Значит Следующим образом Пишешь заявление В партию Тут же Пишешь заявление Об увольнении По собственному Желанию Без даты И эти два Это заявление Хранится В сети С выборов Принесешь фотографию На мобильный телефон За кого проголосовал И тогда Будем посмотреть Значит А если нет То тогда Дружище Ставится там Просто Дата И Свобода То есть Европейский союз Это территория Двойных стандартов Это абсолютно точно То что можно им Вот Пример Шотландии Никого не бомбили Никого не убили Ничего не ввели Правильно Тот же пример В Донецке Значит Вот что происходит Значит И Европейский союз Имеет наработанные Инструменты И фальсификации И давление И всего остального Поэтому Безусловно Мы столкнемся На выборах С фальсификацией Масштабной С подкупом Масштабной Мы будем препятствовать Этому Но Пожалуйста Сделайте для себя Примите Очень важное Для себя Решение Что будет После 30 ноября Если вот эта Шайка Останется У власти Очень просто Значит Будет Наверное Скорее всего Введен Визовый режим По отношению К недружелюбной Республике Молдова И движению В блок НАТО Можно говорить До утра Вообще На эти темы Я думаю Вы часть Отслеживаете Что происходит То есть Молдова Объявлена Соединенными Штатами Союзником Блока НАТО У нас ходят Военные В форме НАТО Темнокожие Чернокожие Разные Консультируют Наших Наших Других Военных Местных То есть Нас вовлекает Военно-политический Блок НАТО Причем Очень активно Никто этому Не препятствует При этом Порядка 90% Граждан Молдовы Против То есть Соцопросы Для них Нету Никаких Принципов Перед ними Стоит задача Поглотить Молдову Он-то заявляет Что в 2018 Году Это премьер-министр Скажем Соседней Румынии Заявляет Что к 2018 Году Молдова Должна войти В состав Румынии То есть Объединить Все румынские Земли Это задача Его партии Он кандидат В президенты И вот с таким посылом Он идет на эти выборы Вопрос Более чем Серьезный Поэтому Давайте Вместе Дружно Постараемся Изменить ситуацию Я надеюсь Что у нас получится У меня нет сомнений Что у нас получится Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому